Отдел ГИБДД по Северскому району информирует. За первую неделю февраля на территории муниципалитета произошло три ДТП. Всего в них пострадало четыре человека, в том числе и ребенок. 1 февраля 2021 года в поселке Ильском по улице Первомайской водитель транспортного средства Hyundai Accent не уступила дорогу велосипедисту, который двигался во встречном направлении прямо и допустил с ним столкновение. Велосипедом управлял мужчина 34 лет. На велосипеде у него в специальном детском удерживающем устройстве сидел ребенок трех лет, его сын. После ДТП ребенка доставили в центральную районную больницу Станицы Северской, где ему диагностировали закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом правой голени и различные царапины по всему телу. 3 февраля 2021 года водитель 63 лет, проживающий в Станице Азовской, двигался с авторстепенной дороги на автомобиле Део Матис, не уступил дорогу автомобилю, двигающейся по главной улице и допустил столкновение. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля Део Матис, которых доставили в центральную северскую районную больницу, где им поставили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы рёбер, перелом ключицы. 4 февраля 2021 года в Северском районе водитель 39 лет, двигаясь со стороны села Львовского в сторону Станицы Северской, не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. В результате ДТП пострадал водитель, которого доставили в центральную районную северскую больницу. Ему поставили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную раму головы. Уважаемые участники дорожного движения, на территории Северского района с 10 февраля по 20 февраля 2021 года будет проводиться мероприятие «Декада дорожной безопасности детей», в рамках которой сотрудники госавтоинспекции проведут такие акции, как юный пешеход, автокресло детям и также будут мероприятия, направленные с работой командами ЮИД. Также сотрудники госавтоинспекции проведут беседы, лекции, связанные с безопасностью дорожного движения в образовательных учреждениях. Уважаемые родители, напоминайте своим детям о правилах дорожного движения, о безопасности своих детей. Продолжение следует...